всех приветствую давайте посмотрим сегодня таро прогноз для раков на июнь 2024 года перед началом расклада есть объявление просьба к моим постоянным зрителям и новым если есть возможность смотреть мои видео на платформе дзен всех приглашаю туда если вдруг кто-то смотрит на другой площадке всех приглашаю туда потому что появилась возможность монетизировать канал на дзен платформе и я думаю все знают что за время просмотра платформа выплачивает автору вознаграждение это будет мне конечно очень приятно в качестве благодарности за расклады и так что ожидает раков в июне 2024 года основной фон месяца работа карьера финансы имущества личная жизнь важные события или люди или люди которые существенно могут повлиять на вас в данный период и подсказка от аракула основной фон месяца девятка мечей но черный юмор меню минутка черного юмора что же вы так убиваетесь выше так не убьетесь все будет хорошо есть переживание конечно ну давайте посмотрим чего они будут касаться и как их избежать да я еще раз подчеркиваю нет у меня намерение кого-то расстроить есть намерение предупредить предупрежден значит вооружен от этого от этой поговорки уже оскобили на языке ну давайте смотреть если кто-то еще видео не закрыл давайте смотреть и разбираться так карту прикрою опять двойка двойка мечей это карта тупика когда не знаю что делать и переживаю да из-за этого переживаю возможно так сейчас вот так мы заменим на бланку да взяла карту из колоды возможно кому-то поручит новое дело новое задание которое вы еще ни разу не делали вы просто будете переживать из-за того справитесь вы с этим или нет кто-то пришел на новую работу еще и не знает переживает о том как он вольется в новый коллектив как он будет выполнять свои обязанности справится ли он с этим или не справится кто-то не может принять решение увольняться или оставаться на той работе тоже из-за этого переживает но знаете согласитесь опять это такие переживания которые наверное пережить переживает каждый из нас практически каждый день поэтому но это можно сказать во всех вот поэтому здесь опять же что-то чего-то серьезного двойка мечей не дает каких таких событий какого-то переживания там краха да как из-за чего стоило бы действительно переживать вот поэтому это знаете такое проходящее беспокойство просто вот потому что вот как то вот может кто-то не верит в свои силы да может быть конкретно кто-то не знает новенький да вот первый раз после университета пришел на новую работу я просто не знаю вот да как что как все построено как что-то единственное что знаете как вот переживают все но у некоторых больше энергии на то что нет я совсем справлюсь вот здесь у вас такого конечно настроение нет есть больше апатии меланхолия но я бы не сказал что здесь девятка мечей каким-то там ужасным образом для вас может отыграться просто это вот переживание о том как все пройдет как я справлюсь на что как как что как делать куда бежать может быть когда не у кого спросить да приходится принимать решение самому или самой а это страшно вот здесь такое может быть давайте посмотрим по финансам жезловый паш ну что он здесь может нам рассказать паш это интерес живой интерес к чему-либо возможно вас что-то очень сильно заинтересует на финансов на это будет не хватать что это может быть например ваши какие-то увлечения до давние текущие или 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 что-то новое например появилась какая-то супер модная вещь и вам захотелось обновить гардероб а вы не знаете их там где взять на нее средства или какая-то то супер дорогая до что-то такое очень что еще да я не знаю кому то там захотелось обновить велосипед автомобиль что еще бытовую технику да все что угодно то есть вот я хочу мне это нравится это хочу но наверное вот сейчас у меня не хватает на это денег а я очень хочу и не знаю что мне делать и вот а у всех есть а у меня у меня еще нет а я тоже хочу на вот и и началось и пошло-поехало а как а что и так далее ну опять я не могу сказать что здесь вот там до потеряли все деньги проиграли в казино здесь такого не здесь вот просто хотелось бы но еще можно могут быть какие-то сомнения да вот такое здесь девятка мечей дает в принципе паши жезлов хорошая карта карта которая говорит о повлечениях интересе о чем-то новом желаниях о стремлениях но девятка мечей все-таки конечно дает здесь свое дает поддает о том что скорее всего денег на это не хватит давайте посмотрим личную жизнь что же здесь у нас выпадет двойка жезлов карта планов карта принятия решений опять беспокойство от вас 2 двойка выпадает будете принимать решение в личной жизни вот опять вот смотрите нет чего-то такого ужасного из-за чего бы так вот прямо расстраиваться по девятки мечей переживание из-за того что вы не знаете какое решение принять давайте здесь уточним кто какое решение кто-то знаете могу сразу сказать кто-то выбирает из двух партнеров или партнерш кто-то выбирает остаться с партнером или уйти кто-то принимает решение ждать его или не ждать или кто-то думает вернется она ко мне или не вернется и все это вот это вот тоска тоскущая сухота сухотущая давайте все равно уточним здесь хочется все-таки понять а встречу я кого-то или не встречу стоит ли мне идти на предпринимать это приглашение на праздник или не стоит а вот все там будут по парам а я одна или вот вот знаете вот все вот вот такое вот событие вот опять здесь нет из-за которого можно расстраиваться просто это вот ваше внутреннее внутреннее переживание что здесь за выбор ну не знаю как опять делать да вот как вот тайна как поступить как она будет вот черный или белое черная колонна белая колонна как она да вот я не знаю как вот вот если бы знал где упасть солонки под стиль и даже дальше бы не буду дальше больше раскрывать в принципе вариант я вам все перебрала это переживание от того что я не знаю какое правильное решение принять потому что я не знаю как действовать здесь правильно да ну такое все события важные семерка семерка кубков говорит о ваших опять вот девушка здесь лежит и мечтает а вот что было бы этого не важно мужчина женщина вы смотрите расклад а важно вот это опять состояние ничего рядом с вами интересного не происходит вы полностью погружены в свои мысли вот какой-то такой месяц полностью почему-то у вас какой-то не вере в свои силы не вере в лучше а вот что было бы если было бы вот так вот а вот что было бы если бы вот я вот так а если бы я тогда поступил вот так вот а если бы я тогда так бы не сделал вот это вот все суда то есть событий важных ничего вокруг вас не происходит все происходит в вашей голове это все это какой-то одни если бы поэтому весь расклад кричит буквально о том что слишком у вас много мыслей ну конечно же всегда хорошо думать прежде чем действует но действует у вас вообще совсем не хватает совсем не хватает действий уже у вас вот знаете семь вариантов сами вы придумали вам ли кто-то предложил на пора уже какой-то из них выбрать и уже что-то делать как то действует потому что ну еще знаете глаза боятся руки делают например если касается работы да и личной жизни тоже да и финансов тоже да если на что-то не хватает но попробуйте найти этому замену потому что замену у вас вагон и маленькая тележка потому что вы знаете как если не так то как сделать иначе у вас в принципе это наметки понимание есть но вот вот какой-то декаданс какой-то у вас наступил давайте подсказку от оракулу смотреть так воздух вот опять пробудитесь картером говорят и полный спектр да вот здесь все чакры очень много витаете в облаках опять же надо опять вот уже принять решение раскрыть глаза и полный спектр вот здесь карта говорит в принципе о том что вам все доступно здесь такая карта красивая но не все красивые но это вот как знаете воспрять принять решение наполнится вот вам не хватает вот знаете чего-то вдохновение какого-то вам не хватает вот у вас не веришь свои силы и не хватает вам вдохновения мне хочется сделать вот так вот это вот все закрыть вообще все прям специально для вас давайте я вообще-то вот этого пожар жезлов оставлю как некий импульс и толчок для вашего действия для того чтобы вы уже воспряли духом пробудились до найдите энергию в себе она есть слишком много самокопание у вас каких-то или самобичевание надо как-то вот знаете я не знаю что ли грубо говоря плюнуть на все и наслаждаться собой наслаждаться жизнью вы скажете как я могу наслаждаться жизнью когда мне начальник дал такое задание которое я вообще не знаю куда делать вообще что там с партнером непонятно как эту ситуацию решать да вот вот возьмите просто на все плюньте и займитесь собой займитесь тем что вы любите я не знаю просто несет сейчас из потока на такой расклад что просто хочется какие-то слова поддержки а высказать все равно не пусть вот пусть будет так вот весь расклад вам закрыла вообще оракульными подсказками вот обратите внимание на себя легче как-то все воспринимаете и опять вот да вот хватит находиться в иллюзиях карта говорит слишком вы можете беспокоиться много о тех вещах которые не произошли еще и не произойдут у вас очень много знаете вот предостережение самого себя или самой себя от тех событий вещей которые не наступили не наступит слишком много надуманного как-то вот здесь по раскладу идет поэтому вся эта девятка мечей она только в вашей голове я уже сказал что по раскладу не увидела событий которые действительно могут вас увести в депрессию в расстроенные чувства просто вот это ваше внутреннее восприятие и страхи опасения того чего еще не произошло повторяться не буду опять желаю вам полного спектра баланса в жизни и значит поладите самим собой спасибо вам за просмотр пишите комментарии и всем до свидания